Исполнительный иммунитет Когда первые две инстанции обратили взыскание на единственное жилье А третья инстанция, это суд округа Дальневосточного, сказал, нет, нельзя лишать человека единственного жилья Верховный суд рассмотрел и сказал свое слово А началось все, и мы тоже об этом говорили, с постановления Конституционного суда от 26 апреля 2021 года По проверке конституционности части 1 статьи 446 Если кто-то хочет, пожалуйста, найдите Вот это вот постановление Конституционного суда, оно фактически открыло ящик Пандору и сказало, что да, можно обращать взыскание на единственное жилье А Верховный суд Российской Федерации воспользовался всей наработанной судебной практикой И выдвинул, так сказать, дал инструкцию ниже стоящим судам И что же он написал? Первое, что Верховный суд сказал Он сказал, что, во-первых, нужно определить добросовестный участник Вы вообще взыскиваете и забираете квартиру или обращаете взыскание на единственное жилье собственника Вы определили, он является добросовестным или является недобросовестным участником гражданского оборота Но, к примеру, гражданин взял, да и объединил две квартиры, 300 и 300 квадратных метров на одной площадке И сделал одну, получил и 600 квадратных метров И сказал, что вот эти 600 квадратных метров – мое единственное жилье Так вот, нужно определить, является ли гражданин в этом случае добросовестным Может быть, он специально в преддверии банкротства или, допустим, на стадии банкротства Или на стадии того, когда знал, что вот-вот обратят взыскание на его Или вынесут решение Или будет вообще риск того, что у него заберут имущество Взял, да и вывел свое имущество И таким образом объединил квартиру, чтобы потом сказать, что А вообще-то это единственное мое жилье И поэтому вы не вправе Это жилье обладает исполнительским иммунитетом Так вот, суд сказал Ребята, сначала определите Добросовестный гражданин или недобросовестный И дальше, если вы определили, что гражданин недобросовестный И дальше он злоупотребляет своим правом То в этом случае нужно совершить следующее действие Ну, во-первых, вот я просто себе взял и выписал То, что сказал суд, целую инструкцию Нужно, первое, установить реальную стоимость жилого дома Из земельного участка, на котором она расположена Реальную, есть кадастровая стоимость, которая может не совпадать с реальной Так вот, а надо определить реальную стоимость Дальше Определить действительную стоимость замещающего жилья Дальше После этого Исчислить сальдо То есть разницу, сумму, на которую пополнится конкурсная масса В результате замены жилого помещения Имея в виду, что реальная цена сделок купли-продажи Может отклониться от рыночной цены Определенной в ходе предварительной оценки А затем проверить, не будет ли сальдо малозначительным Следующее, что нужно учесть, сказал Верховный суд Нужен отказ от исполнительского иммунитета Должен иметь реальный экономический смысл Я еще раз обречаю внимание Реальный экономический смысл И как способ удовлетворения требований кредиторов И еще реализация вот этого единственного жилья Должна быть, не должна быть карательной санкцией А должна быть, и не должна быть средством устрашения должника Она должна быть действительно способом удовлетворения требований кредиторов То есть это не карательная санкция Ну вот, прямо Верховный суд Российской Федерации Дал очень четкую инструкцию Каким образом будут исследоваться все вопросы Ну и должникам или тем, кто обращает взыскание на единственное жилье должника Необходимо учесть вот требования Или эту вот инструкцию, которую фактически Верховный суд Российской Федерации дал своим нежестоящим судам Ну и, конечно же, учесть постановление Конституционного суда На этом у меня все Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Если будут вопросы, обязательно задавайте Всем отвечу Всем удачи и пока С вами был на связи бизнес-адвокат Павел Тылик Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok